МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украина возобновляет диалог об ассоциации с ЕС. Министр иностранных дел пообещал начало переговоров уже на будущей неделе, пишет газета «Сегодня». В ближайшие дни официальная делегация Украины отправится в Брюссель для возобновления активного диалога с Евросоюзом относительно подписания соглашения об ассоциации. Об этом заявил министр иностранных дел Леонид Кожаров и ВТСН. Он отметил, что планируется обсуждение стоимости газа и вопросов финансовой помощи международными организациями. Также стороны должны рассмотреть проблему падения товарооборота между Украиной и ЕС. Киев и Москва в течение двух недель проведут переговоры, которые позволят Украине заложить нормативы под бюджет Украины на 2014 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает Сензорнет. «Нам предстоит в ближайшие две недели провести предметные переговоры в Российской Федерации по тем программам, которые мы обсуждали уже не раз, и выработать те показатели, нормативы, которые позволят нам сделать бюджет 2014 года», заявил он в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером. Отвечая на вопрос журналиста о том, понятно ли уже правительству, какой будет цена на газ в следующем году и какую цену закладывать под бюджет 2014, Азаров ответил «нет», поэтому бюджета еще нет. Как передает корреспондент НЭТ, ЕС может ввести адресные санкции против конкретных лиц, виновных в применении силы в Киеве. Об этом сообщил и Тартас, дипломатический источник в МИСе, одной из европейских стран в Брюсселе. «Ситуация в Украине напряженная и волнующая», заявил дипломат. Страны ЕС с тревогой наблюдают за происходящим. Власти не должны допускать чрезмерного применения силы против граждан, которые выражают свою позицию на улицах страны. По его словам, ситуация в Украине в ближайшее время рассмотрят постоянные представители 28 стран ЕС в Брюсселе. Власти и оппозиция в Украине должны немедленно приступить к диалогу, заявил еврокомиссар по расширению политики соседства Штефан Труле. «Все разногласия должны быть разрешены мирным путем», написал он в своем микроблоге. Вопрос членства в Евросоюзе, поднятый в Великобритании, возможно, будет решен уже в 2017 году, информирует «Киевт Таймс». Инициатива проведения референдума, на котором британцы определятся в своих взаимоотношениях с ЕС, была одобрена Нижней Палатой Парламента страны. Выход Соединенного Королевства из ЕС – спорный вопрос, против которого возражают либерал-демократы или баристы. Оставаться или нет в стране в составе Европейского Союза должны решать сами граждане, как считают консерваторы. Голосование в Палате общин стало важным шагом на пути самоопределения британцев. Конституционная комиссия Египта завершила работу над новым основным законом страны, сообщает Евроньюз. Теперь, после того, как временно исполняющий обязанности президента Адли Мансур подпишет документ, новый вариант Конституции будет вынесен на референдум. По предварительным данным, в новом основном законе усилена роль военных структур и управления страной. Также, как отмечают наблюдатели, язык документа однозначно дает понять, что в будущем исламистские партии могут ждать полный запрет или определенные ограничения. В Хорватии начался референдум о запрете однополых браков. Инициативу голосования поддержала католическая церковь, передает Евроньюз. Однако, возглавляемая Зороном Милановичем левоцентристское правительство выступает против запрета, считая, что вступившая в ЕС Хорватия должна придерживаться общей европейских ценностей и поддержать легализацию однополых браков. В то же время, противники однополых союзов считают, что власти должны заниматься проблемами экономики, прежде всего, а не правами гомосексуалистов. 4 тысячи Санта-Клаусов пробежали по улицам Сиднея. Первый день зимы Санта-Клаус и всего мира начинают готовиться к Рождеству. Старт предпраздничной гонки дали в Сиднея массовым забегам Санта-Клаусов. 4 тысячи человек примерили на себя бороду и красный костюм этого сказочного персонажа для того, чтобы собрать денег на рождественские подарки детям. Подобные забеги прошли и в других австралийских городах. Организаторы рассчитывают собрать более 200 тысяч долларов. В Берлине тем временем прошел слет настоящих Санта. Около 200 профессиональных рождественских дарителей собрались обсудить свои рабочие вопросы, информирует корреспондент НЭТ. Первый запущенный Индии космический зонд успешно покинул пределы земной орбиты и начал свое путешествие к Марсу, пишет корреспондент НЭТ. Космический аппарат Мангальян стоимостью в 72 миллиона долларов будет изучать поверхность и атмосферу Марса. Индия пытается обогнать в вопросах развития космических технологий своего главного конкурента – Китай.